Хе-йо, 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 мотогоны! Всем привет, с вами Зорной Майк и мне тут пригнали новый мотик на обзор. Пока что что-то не пойму, что это за мотоцикл и такое ощущение, что он побывал в ДТП, потому что в рычаг сцепления по ходу дела отломан, да и лапки и переключения передач нет. Да и вообще что-то как-то странно, даже дырочки под нее нет. Ладно, хватит каламбурить. Ребят, сегодня у нас первый мотоцикл в моей жизни на автомате. Мне всегда было интересно протестировать подобную технологию на двухколесной технике. И у нас сегодня на обзоре Honda NC или как ее у нас называют NC750X. Дорожный кроссовер. У меня выходил уже ролик про идеальный мотоцикл для новичка. Это была Honda CB400. Но это, скажем так, такой дешевый вариант. Если у вас все-таки чуть-чуть побольше денег, то голову начинаешь ломать еще больше, потому что рынок предлагает различные варианты. Ты неопытный, ты не знаешь, что ты хочешь, что тебе нужно. При этом ты боишься ездить на двухколесной технике. Боишься, что ты ее там завалишь в первый день, еще что-то, третье, пятое, десятое. Ребята, вот этот мотоцикл, это идеальный мотоцикл для новичка с автоматической коробкой передач. И сейчас я вам объясню, почему это так. Во-первых, сразу я обычно люблю начинать рассказывать про Motex двигателя. Двигатель здесь рядная двоечка. Выдает он всего 54 лошадиные силы, но при этом момента 68 ньютонов на метр. Вообще эта модель, можно сказать, легендарная, потому что если посмотреть разные статистические данные, то в Европе этот мотоцикл, он входил там в десятку, по-моему, самых продаваемых мотоциклов. Ну, оно и понятно. Как я уже сказал, здесь очень дружелюбный мотор, при этом у него тяга на низах есть, да. И что самое важное для новичка, это, несмотря на, кстати, большую массу этого мотоцикла, 230 килограмм сухой массы, у него очень низкий центр тяжести, и это связано именно с тем, что цилиндры здесь расположены вот примерно вот под таким углом, то есть практически параллельно земле. На нем очень легко держать поперечный баланс, то есть когда вы новичок, если центр тяжести очень высоко, можно очень просто завалить ваш байк, на этом байке шансов гораздо меньше. Помимо мотора, что еще помогло занизить центр масс? Казалось бы, привычное место для бака, туда, куда заливается бензин. Но нет, здесь нет бака, здесь гребаный унитаз. Так, как он открывается? Вот здесь, да? Раз, и вот здесь вот у нас вместо бака огромный отсек для всего, что вам угодно. Сюда даже помещается полноценный шлем. 28 литров, здесь вот сейчас лежит дождевик, салфетки, перчатки, трусы, мусы. Короче, сюда реально все можно загрузить. Вот, да, здесь есть USB-зарядка, она не идет изначально с завода, как мне подсказал владелец, но как бы место предусмотренное есть, можно сюда установить. Вы спросите, где же тогда бак, куда, блин, заливать бензин, или этот волшебный мотоцикл от компании Honda ездит на воздухе или водороде, или еще чем-то. А бак тут, кстати, где он тут? Короче, я знаю, что он где-то вот здесь расположен, а где горловина заливная, я не знаю. Работает это вот так. Если мы поворачиваем ключ вправо, соответственно, открывается у нас унитаз. Если поворачиваем ключ влево, то у нас открывается сиденье. Частая поломка, по словам владельца, это вот этот вот как раз-таки замок, которым открывается сиденье и вот это... А, прям сам ключ ломают, да? Ну вот, ломает сам ключ. Поэтому, если купите себе такой мотоцикл, будьте аккуратны с этим замком, потому что реально ключик можно сломать. Вот, соответственно, здесь открываем, бам, горловину открыли и заливаем сюда бак. Это тоже позволило снизить центр тяжести, опустить его вниз, потому что, ну, все-таки бак находится на уровень выше, чем вот эта вот часть, где находится топливный резервуар. Так как это версия X, так называемый тур эндуро или кроссовер, здесь подвески имеют увеличенный ход сзади 150 миллиметров и спереди, ну, плюс-минус там 150 миллиметров. Вот, если быть точным, по-моему, в технических характеристиках написано 153 миллиметра. Ну, а как они себя ведут на дороге, в поворотах и, может быть, даже на легких кочках, мы сейчас с вами проверим на практике. Мне сейчас прочли небольшую инструкцию, вот этой клавишей мы переключаем drive и sport режим или нейтраль. Вот здесь есть мануальный режим, оказывается, мы его обязательно с вами попробуем. Ну, kill switch, все стандартно, старт двигателя, на левом пульте у нас сигналка, стандартно повороты, свет ближний-дальний, аварийка вот здесь, кстати, есть. И самое интересное, это лепестки, которые вот здесь вот расположены. Под указательным и большим пальцем есть два лепестка, которые отвечают за понижение и повышение передач. Это работает не только в мануальном режиме, но еще и, в принципе, в драйве или в спорте. То есть, если вдруг какая-то ситуация происходит, что вам нужно скинуть передачу, то этой клавишей, например, вот клавишей минус, это можно сделать. Так, вот что, у меня сейчас стоит нейтралка. Мне владелец сказал, что, в принципе, вообще нейтралка не нужна, можно останавливаться на драйве. То есть, в отличие автомата этого от автомобиля, то, что здесь не надо держать тормоз. Просто стоишь, как бы, и мотоцикл никуда не едет. Ну, лучше, как бы, нейтралочку включить. Сейчас будет мне максимально непривычно, потому что я буду искать сцепление. Задний тормоз здесь есть, достаточно удобно расположен. И передний тормоз. То есть, все управление у меня только с правой стороны, на правой руке в основном. Так, драйв. И что, все? О, он едет! Все, он едет! Он реально едет! Прикол! Ощущения необычные, реально. А еще более необычные, мне кажется, вот у оператора, который стоит, сидит задом на автоцикле. Как самочувствие! Он говорит... Он говорит, еду первораз двойкой, и вот так. Смотрите, вот о чем он говорил. Я не включаю нейтралку, но при этом мне не нужно держать тормоз, чтобы мотик стоял. Да, то есть, ну, вот он не едет сам, пока я не дам газу. Тут, кстати, есть нюанс. Если забудешь выключить драйв... А, мы, кстати, можем ехать, да? Если ты в пробке захочешь погазовать автомобилю, то это может плохо закончиться. Сами понимаете, почему. Поэтому сегодня без подгазовки будем ехать. Слушайте, ну, честно, вот я сейчас в пробке вообще ногами даже не пытаюсь тянуться вниз. Центр тяжести, правда, очень низко. И мотик устойчивый. Несмотря на его 230 килограмм, можно ехать 1 километр в час в пробке. И вообще не париться за равновесие. Очень просто держать равновесие. Это с учетом того, кстати, что высоко сидишь достаточно сам-то. Зеркала довольно узко. И сам мотоцикл не широкий. Моторчик у него компактный. Сам он компактный, поэтому ехать вполне удобно. А вот мне интересно, если нас мотобат тормознет вот с такой двойкой, что будет? Так, ну что, давайте начнем уже экспериментировать, тестировать, как говорится. Я сейчас чуть-чуть проехался, уже некоторые впечатления есть. Чуть-чуть привык уже, хотя рука левая ищет сцепление. Кстати, сразу скажу, что здесь есть паркинг, как на автомобиле. Вот эта штука поднимается, она даже вот загорается, как на автомобиле, на приборке паркинг. Вот так отщелкивается. И потом вот этой кнопочкой опять выключается. Первая передача, режим динамик, пробуем открыться на полную, давайте. Так, он сразу включил мне вторую. До 6000 не докручивает, но достаточно динамично ускоряется. Смотрите, 130 уже едем, 140. Ну, блин. Ощущения, конечно, такие, что мотоцикл не едет. Но это мои ощущения человека, который уже ездил на мощных спортбайках, на мощных стритах. Да на чем я только уже не ехал. Блин, рука все еще ищет сцепление. Но тут, знаете, что хочу сказать? Вот у меня было... Ох ты, какой Матардус злой! У меня было ощущение... А это что такое? Что за вакханали этот? Что это за шлем такой? Короче, какая-то дичь происходит. Мы сейчас впишемся вам по ходу дела в эту движуху. Здорово, братан, крутой шлем! Вот, продолжаем. В защиту мотоцикла на автомате вот что хочу сказать. Раньше у меня были впечатления такие, что ты когда сядешь, ну, как будто типа сел на скутер и едешь на скутере. Да, сцепления нет, передачки щелкать не надо, скукотище. Но на самом деле нет. Во-первых, ты чуть-чуть ощущаешь и слышишь, как переключаются передачи. Хотя если вот смотреть просто на дорогу, не обращать внимания на приборную панель, то это еле-еле заметно. Коробка достаточно быстро щелкается и без сильной потери скорости. Но ощущения езды на мотоцикле остаются, потому что, во-первых, ты сидишь на мотоцикле, ты держишься ногами за бак. Хотя тут даже, блин, не бак, а тут это унитаз, этот ведро, этот бардачок. Ты также можешь в ручном режиме скидывать передачи, если тебе надо. Вот давайте, кстати, пройдем эксперимент. Я сейчас на драйве еду, на просто драйве, не на режиме. И нажимаю кнопочки минус. Тан-тан-тан-тан. Третью и пошел. Вот, пожалуйста. И он не щелкает наверх больше. Ты скинул на третий, он будет нормально ускоряться. Он понимает, то есть мозги умные, коробка умная. И он едет на третий у меня до сих пор. Вот сейчас только на четвертый переключился, когда я просто ровно держал газ. Это классно, это клево. Но на режиме D реально мотик немножко овощной. Давайте сейчас вот на светофоре попробуем включить режим спорт. И стартанем уже как положено. Так, ставлю S. Все, сейчас стартану. Можно даже CBR-ом зарубиться. Смотрите, смотрите, смотрите. 6 тысяч крутят в режиме спорт. О, даже 6 с чем-то. Смотрите, можно 130 едем. 140. Слушайте, ну, по-моему, отличная динамика. Вот когда я услышал цифру в 54 лошади, я думал, ооо, что за, блин, мопед с массой 230 килограмм, 54 лошади. Вы можете себе представить? Ну, это как бы вообще ни о чем. Но эта коробка, она творит чудеса. Потому что за счет быстрого переключения, за счет того, что вороты не сильно скидываются, и коробка умная, она подстраивается под динамику, под вашу езду. Ну, мотоцикл ускоряется очень быстро. Ну, опять же, для своего класса вот этого среднекубатурного городского некеда. Опять же, сравнивать его с какими-то пауэр-некедами, с литрами не стоит. Еще, кстати, смотрите, интересная вещь, я хочу отметить, приборная панель, она имеет разные оттенки на тахометре. Смотрите, вот сейчас низкие обороты зеленые, если мы чуть-чуть прибавляем, она становится бирюзовая, потом синяя, ну и потом, я так предполагаю, красная. Точнее, сначала оранжевая, а потом красная. Так, тормоза, тестим. Вколы, АБС-ка затрещала. Ну, судя по всему, здесь АБС старого поколения. Хотя, может быть, и нового, потому что, может быть, дело все в подвеске. Что касается подвески, кстати, вот эта вот вилочка, которая не внушала доверия, на самом деле в поворотах ведет себя очень хорошо. Мотоцикл устойчивый. Мы сейчас по набережной ехали в поворотах, и, в принципе, ну, я не испытывал какого-то дискомфорта, то, что мотоцикл гуляет, то, что он меня не слушается. Ну, блин, камон, чуваки, это Хонда. Что можно ожидать от Хонды? Хонда – это управляемость всегда. Что берем спортбайки, что берем стритбайки, что, блин, голду взять. Я не ездил ни на одной Хонде, которая бы плохо управлялась. Если у вас в вашем опыте такая была, напишите в комментариях. Но у меня такой не было, реально. Блин, ну, он хорошо стартует, смотрите, хорошо. Ощущения достаточно необычные, но прикольные. Ну, что ж, а тем временем мы выехали на трешку, и давайте попробуем мануальный режим переключения. Смотрите, я включаю, оп, мануал, скидываю, пошел. Кручу, 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 шесть. Шесть с половиной, потом только переключился. Конечно, в мануальной коробке прикольно, что ты можешь переключать только тогда, когда тебе это надо. Но, объективно говоря, мануальный режим, он в городе-то и не нужен. Как сказал владелец, единственное время, когда ему пригодился этот режим, это была ситуация, когда он ехал по оффроуду, и ему нужно было, чтобы выше первой передачи мотоцикл не повышал ему. В таком случае, да. В остальных случаях, реально, мануальный этот режим нахрен не нужен. В режиме спорт вставишь, газ закрываешь, он тормозит двигателем. Да и вообще, по словам владельца, я сейчас, наверное, с ним соглашусь, вот после некоторого времени езды, режим D, он тоже не нужен. Есть три режима S1, S2, S3. Разница лишь в том, насколько много он позволяет крутить двигатель, и насколько поздно он переключает вам передачи, и насколько быстро он скидывает их вниз. Так вот, на режиме S1 для города вообще идеальный вариант. Кстати, Волга классная. Идеальный вариант, он в этом режиме и двигателем тормозит, и, блин, вообще я не парюсь, мне левая рука не нужна, это настолько удобно. Вот смотрите, как он, воу, на низах вырывает. Но сейчас он уже на вторую не скинул. А если первую? Ооо, смотрите, как он пошел сразу, а? Вот да, бывает, конечно, коробка подтупливает, и хочется еще ниже передачу скинуть. Для этого и нужна вот эта вот кнопочка минус. Теперь, что касается расхода, это очень важный момент, потому что, вы можете не поверить, но на драйве расход, ну, где-то 3,8 что ли, ну, короче, 3 с небольшим литром. Можно даже ехать по трассе и там чуть меньше выбить расход. Если включать уже с порты, то там до 4,5-5 литров доходит. Бак здесь, кстати, 14 литров. И я считаю, что это офигительный показатель. Вы берете себе первый мотоцикл, у него, ну, нормальная, я считаю, городская динамика. Не стоит от него ждать чего-то космического. Но при этом он достаточно экономичный. Мало жрет бензина. При этом удобно и сюда, и кофр не надо покупать, в принципе, можно и купить кофр. Сюда можно убрать какие-то вещи. Не надо дрочить сцепление в пробках. Это, кстати, такой момент тоже. Я частенько в пробках устаю нажимать сцепление, рука забивается. Даже если уже под конец сезона, когда рука, в принципе, привыкла это делать. Бывает такое. Посадка у него удобная. Подвеска неплохая. Конечно, не получилось у меня съехать в оффроад. Хоть и позиционируется этот мотоцикл как X-версия, да, такой кроссовер. Вот. Но, в общем и целом, по-моему, все классно. Кстати, о цене. Наверное, будет интересно, сколько стоит такой мотоцикл. И перед тем, как я скажу цену, я хочу напомнить вам, что есть еще версия NC700, предыдущая модель, которая была, так скажем, доработана и выпущена вот в такой версии 750. Что касается вот этой модели 750X, новый мотоцикл такой стоит от 650 тысяч рублей в зависимости от дополнительных опций, которые вы захотите сразу иметь на своем мотоцикле. Ну, а вторичный рынок уже, в принципе, есть варианты, потому что мотоцикл выпускается с 2016 года. И, в принципе, можно рассматривать покупку такого мотоцикла где-то от 500 тысяч рублей. Да, не для всех новичков, скажем так, ценник высокий. Вы всегда начинаете мне орать в комментариях, что типа, какого фига ты говоришь, что мотоцикл доступный, если он стоит там 700-600 тысяч рублей. Но, опять же, помним, что у нас новички бывают разные. Бывают новички-школьники, которые фапуют на R1, а бывают уже взрослые новички, люди, которые взрослые и хотят прийти к двухколесной технике. Вот. И, в принципе, этот вариант, это доступный вариант. То есть взрослый человек, имеющий на кармане 650 тысяч рублей, приходит в салон и получает реально клевый, крутой мотоцикл, который позволит ему вступить в ряды мотоциклистов и сделать это достаточно безопасно и комфортно. Кстати, о комфорте. Посадка здесь, естественно, огонь. Сейчас я даже залезу. Ох, нога еще не прошла. Как и положено туристическому эндуро, спина прямая, руки расслаблены. И хочу заметить, ну, сейчас я, конечно, еще на центральной подножке, хочу заметить, что сидишь тут высоко. Ну, а более подробно о посадке я сейчас расскажу, когда буду уже ехать. Ну, что, ребят, вот я сел на эту Хонду. Первое – это посадка, конечно же. Ну, этот мотоцикл позиционируется все-таки как тур эндуро, и посадка здесь высокая достаточно. Даже с моим ростом 190 сантиметров, владелец, кстати, с ростом 195 сантиметров, я, ну, как бы полной стопой-то могу достать, но прям нужно вот немножко так просадить мотоцикл. То есть, в принципе, носочками достаю. В принципе, наверное, X-версия для человека с ростом 160 не подойдет. Хотя, тут тоже можно поспорить, эндуристы есть и с ростом 155, и девчонки катаются, и посадка там еще выше. Некоторые жалуются на стоковое ветровое стекло, что оно недостаточно защищает от ветра. Ну, вот на этом мотоцикле, например, владелец вообще стоковое ветровое стекло поменял, поставил такое кастомное. У него здесь еще спереди спойлер, который поднимается, опускается. То есть, помните, я в своих видео всегда говорил, что в городе, например, с большим ветровиком ездить не очень классно, особенно в жаркую погоду. Хочется, чтобы ветерок тебя все-таки немножко обдувал. Вот в таком случае можно этот спойлер опустить. Если едете уже на дальнее расстояние, просто его поднимаете и кайфуете уже с ветрозащитой. Что касается тормозов, здесь всего лишь спереди один суппорт, но большой тормозной диск 320 мм, два поршня в суппорте. Ну, в принципе, как говорят многие, этого достаточно для того, чтобы замедлить этот мотоцикл, учитывая его динамику. Ну, конечно, интересно вот это все рассказывать, да, но интереснее всего, наверное, вам послушать про вот эту вот автоматическую коробку передач. Я не буду вдаваться в технические подробности, я лишь знаю то, что здесь стоит два сцепления, двойное такое сцепление. Оно и называется DCT, это Double Clutch, Double Clutch Transmission, да, я не ошибся даже с первого раза сказал. Кстати, мы сейчас вот разговаривали про дуги, здесь вот дуги такие установлены. Это производители Aftermarket, то есть это не хондовские дуги, а здесь еще вот противотуманочки такие стоят. И, по идее, ну, они продаются в салоне Хонды, да, Aftermarket, можно прям при покупке мотоцикла их купить. Они, в принципе, должны нести защищающую функцию, но владелец мне только что сказал, что вот с этой стороны, там, где как раз-таки выпирает крышка вот этого сцепления автоматического, да, или вот этой коробки передач автоматической, это как раз-таки уязвимое место, которое эти дуги не защищают. И он еще установил дополнительную одну дугу, которая как раз-таки защищает эту крышку. Производит такие дуги только одна компания, и эти ребята, они находятся в Украине, но я так понимаю, что достать это все заказать можно, вот, так что имейте в виду. Что касается дизайна, мотоцикл вот реально красивый, вот, блин, он простой, да? Вот на Хонду всегда смотришь, Хонда, она всегда выглядит как-то простенько. Я не знаю ни одну Хонду, чтобы она выглядела непросто. Даже новая голда, она, конечно, круто выглядит, но все равно все так просто, как будто вот ничего лишнего. Здесь то же самое, ничего лишнего, при этом как-то даже красиво, линии пластика, да? Ну, в общем, вы сами все видите, и не могу сказать, что это уродец, как, например, гусь. Вот, это прям симпатичный мотоцикл такой, добрячок. И вот еще один момент, который нужно отметить. На этом мотоцикле передняя фара галоген, сзади идут светодиоды, но вообще на этих мотоциклах, на этой модели светодиоды спереди появились еще с 17-го года, но в Россию начали завозить мотоциклы со светодиодной оптикой только с 18-го года. Поэтому, если вы будете сейчас покупать мотоцикл, либо мотоцикл 18-го года бушный, то у вас будет светодиодная оптика. Если на более старую модель, то будет галоген. Но по свету я не знаю. Сейчас мне не получится протестировать. Давайте я спрошу у владельца, как свет. Говорит, нормально. Пойдет. Ну да, вот здесь установлены еще противотуманочки. Они, конечно, добавляют свой эффект. Я думаю, неплохой. Кстати, не сказал про вилку. Вилка здесь не перевертыш. И внешне выглядит вообще, ну вот прям ни о чем. Вот реально смотришь на нее и думаешь, что это тур эндуро, вот эта тоненькая трубочка. Если я не ошибаюсь, 41 мм здесь вилка. Думаешь, что она должна отрабатывать, она должна работать. Но потом вспоминаешь, что это Хонда и, блин, веришь, что она будет работать. Что еще за... Красиво вот здесь написано. NC750 и X такой прям большой, как из фильма. Смотрели, помните, там 3X, вот этот лысый из Brothers, не из Brothers, а... Ну, в общем, вы поняли, вот этот вот мужик крутой там играл. Да не знаю, клевый мотик. И я думаю, что... Что надо еще на нем сейчас покататься и подвести уже какой-то итог. Честно, когда я думал, что я протестирую мотоцикл на автомате, я думал, что мне это... Меня это никак не прикольнет. Я вообще не пойму смысла вообще. Потому что я всегда топлю за то, что вот, мне нравится переключаться, мне нравится... Мне задавали вопросы, типа, а что ты не купишь себе мотик с автоматом? Ну, обычно люди задают, которые там не особо в мототеме. Я им всегда отвечал одно и то же. Я говорил, что, ребята, ну, типа, это не прикольно. Я ловлю кайф от переключения, я ловлю кайф от перегазовок, когда скидываю передачи. Если поставить автомат на мотоцикл, купить мотоцикл с автоматом, то весь смысл мотоцикла пропадает. Я говорил так. Но прокатившись первый раз на мотоцикле с автоматом, могу сказать, что, наверное, я ошибался, ребят. Я думал, что это будет что-то подобное скутеру, но это далеко не так. Это далеко не так. И это не похоже на вариатор. Это не похоже на просто езду на скутере. Это действительно езда на мотоцикле, но с большим комфортом. Тебе не надо дрючить лапку КПП ногой. Тебе не надо дрючить сцепление левой рукой. Едешь и кайфуешь. Также вспоминаем, да, что здесь большой ход подвески. Подвеска себя ведет, кстати, хорошо. Вот в поворотах достаточно устойчиво. При этом позволяет переезжать лежаки и неровности без какого-то дискомфорта и пробивания подвески. Это многого стоит, потому что выглядит она реально как какой-то дешманский вариант, который вообще не будет работать. Тормозов здесь не хватает. Вот, блин, Хонда, пожалуйста, в следующих моделях сделайте что-нибудь, и цены этому мотоциклу не будет. Ну и коробка передач меня полностью устроила. Как она переключается, возможность скидывать вручную это все. По-моему, все круто и классно. Когда я выложил сториз, что буду тестировать этот мотоцикл, хотя я там ошибся и сказал, что буду тестировать предыдущую, типа МЦ700, а это 750X, мне начали писать мои подписчики то, что говно, не едет, симпатичный мотоцикл, но ни о чем. И справедливости ради хочу сказать, что мотоцикл-то крутой на самом деле. Он и едет нормально. Я считаю, что это все-таки идеальнейший мотоцикл для новичка, ну и для любителей Хондочки. Потому что Хонда все-таки, стоит согласиться, делает пускай обычные, не такие эмоциональные, впечатляющие, как итальянский мотоцикл, например, но все-таки хорошие и качественные вещи. Ну и еще стоит отметить, что очень хороший опыт использования этих двигателей, они достаточно надежные и нареканий никого не вызывают. Ну и еще не сказал про выхлоп. Выхлоп на самом деле достаточно хорошо звучит для стокового, но и для такого мотоцикла я не считаю, что нужен какой-то орущий выхлоп, хотя баночку, может быть, поменять и можно. Но сегодня, когда я ездил, знаете, вот когда мотоцикл, он не валит сильно, ты от него не ждешь крутого звука. Это просто мотик вот на каждый день. И тебе, в принципе, плюс-минус пофигу, что у него выхлоп там какой-то некрасивый, басовитый и так далее. Когда валит мотик, да, хочется. У нас оператор замерзает, я взял свой волшебный микрофон, чтобы взять интервью у владельца. Ну, короче, вы Славу, наверное, уже знаете, вот они, эти маленькие номера, про которых мы записывали в видео, это его мотоцикл. Ну, кратко, наверное, как-то изложи свои впечатления о владелении этого мотоцикла. Какие минусы ты можешь выделить, какие плюсы и что-то еще особенного, как фанат этой модели, знаешь? Ну, начнем с конца. У меня особого выбора не было. Из-за травмы левой ноги я не могу водить мотоциклы с механической коробкой передач. А так как Honda выпускает всего 5 видов на автомате, то я выбрал X, потому что для города это оптимальный вариант. С нашими дорогами вот эта легкая приендуренность позволяет более уверенно себя чувствовать, что ли. Ну, и кроме того, для моего роста X больше подходил, чем S. Что касаемо управляемости и общих ощущений, мод рулится отлично. У него очень низкий центр тяжести, он очень классно простреливает пробки. Высокий руль, широкий, позволяет проезжать над зеркалами большинства легковых машин, что в междуряде позволяет себя чувствовать гораздо увереннее, чем обычно. В остальном, ну, если придираться, я бы хотел, чтобы тормоза были более эффективные. Они у него неплохие, но есть, есть, чего желать получше. И, да все, наверное, все остальное меня устраивает. Даже не представляю, на что его менять, если честно. Может быть, только на такой же, но более новый, хотя и тому всего два года. Африка новая. Африка для города, ну, не совсем та история, я думаю. Вот, если рассматривать именно город и лайтовые выезды, там, до 200-300 километров, это прекрасный вариант, который я не особо представляю, на что можно поменять. Естественно, я, как и все владельцы НСЭХ, рассматриваю кросс-турер, вифер 1200 и кросс-турер на автомате, который фактически такой же, только побольше. Но есть опасения, что в городе его будет слишком много. Вот, а этот идеальный вариант. Так что, такие дела, ребята. Я не знаю, понравился вам этот обзор или нет, но, может быть, кому-то сегодня мы помогли выбрать свой первый мотоцикл. И, действительно, без всяких приколов, я считаю, что этот байк, это прям идеальнейший вариант для новичка. Причем, в принципе, можно рассматривать и 700-ку, и НС700, и можно даже не на автомате, потому что есть эти версии не на автомате. В общем, все, что вам хочется и нравится, пожалуйста. Ну, а мы вот обзор сегодня вам записали. Всем лютой катки, фирменная хей-йоу, и... Да, сегодня слава без Ротбула. Кто знает, тот поймет. Всем пока-пока и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова